дорогие друзья всем привет с вами я принц сюрель и рад видеть на своем канале зрителей которые следят за дальнейшими развитием событий происходящие наши великой но и в то же время многострадальной стране а последнее время так я смотрю так вообще очень много событий которые ну кроме как жестью ну никак не назовешь что просто не знаю какой-то трэш знаю как это назвать я бы хотел прокомментировать опять же некоторые моменты которые случились в рамках трагедии которая произошла в адлере то есть недалеко от сочи это то что мужчина средних лет 60 в частности его зовут вардан качьян вот так вот ударение составит он армянин и значит он защищал свое жилье от приставов там такая спорная ситуация что я кстати в прошлых видеороликах разбирал и в следующих видеороликах тоже буду подробно разбирать это все но в общем многие источники говорят о том что здесь это дело шито белыми нитками и мужчина просто действительно защищал как полагается свой дом от посягательств но представьте дорогие друзья он по сути мог оказаться да он по сути наверное уже оказался бомжом без единственного жилья в котором он проживал я думаю что реакция любого человека была бы неоднозначна точнее однозначна это четко ясно что человек был бы как минимум разве разъярен ну в общем результате значит вардан выстрелил этих приставов еще в рабочего который хотел сносить дом но рабочий остался жив он в реанимации там по моему за его жизнь борются врачи ему ничто не угрожает так сказали а эти приставы двое скончались и понятно что знаете как вот мне чисто по-человечески их конечно жалко как людей первую очередь именно как людей не как пристав но именно потому что у них тоже есть мамы папу бабушки дедушки то есть понятно что мне очень жалко что так вот случилось конечно это случай ну нельзя оправдать конечно все-таки убийство но тем не менее я скажу так что ну здесь просто не было другого выхода реально ну как сказать свой дом надо защищать я бы знаете что сегодня сказал у меня просто вот честно говоря одни эмоции я прочитал о том что мэрия вообще в принципе вот эти власти города адлер сочи вообще всего краснодарского края хотят скинуться всем двум вот этим погибшим и общая сумма составляет где-то около 20 миллионов рублей я так понимаю что по 10 миллионов каждому из погибшего конечно это знаете как компенсация должна быть какая-то и вообще считаю ну как бы что жизнь человека не компенсируешь деньгами конечно мне их жалко но знаете что меня больше всего здесь удивило в этой ситуации я сравнил эту трагедию с вот в казани там погибло больше там погибло 10 человек пострадало 30 погибло 10 но и в то же время им меньше суммы обещали там по миллиону рублей всего лишь каждому а может быть даже около того там как-то заикнулись 900 тысяч что такое ну но представляете да то есть почему так почему за ребенка погибшего ну ученика меньше дается в 10 раз чем за сотрудника силовых структур неужели сотрудники силовых структур настолько прям ну прям какие-то святые люди что за их жизнь полагается больше вот это вот компенсация и знаете вот их еще обещают сделать национальных героев что типа вот выполняли свято свой свой вот этот служебный долг вот это реально меня просто ну как сказать вызвало такие смешанные чувства потому что о каком священном долге или святом долге идет речь мужика пытались выселить из его жилья в котором он проживал более чем полвека ну понимаете что здесь идет просто ну как сказать восхваление вот этих вот ну как сказать фашистов нет я нет не про людей вот конкретно говорю но хотя знаете вот про мертвых либо хорошо либо ничего вот как говорится но здесь знаете я сейчас говорю о приставах как системе как ну скажем так наверное ну как определенная структура а в данный момент это по сути фашистская структура которой только заинтересована в том чтобы себе захапать и они по сути знаете как ну подчиняются полностью власти она защищает интересы власти я сейчас не буду затрагивать я следующем видео затрону уже подробно ну как бы поговорю о том что там случилось с документами что там случилось непосредственно с этим исполнительным листом почему как вообще его дом оказался незаконным это я в следующих видео роликах уже буду разбирать на сам факт я к чему сейчас говорю то что по сути вот эта структура которая направлена на на то чтобы ущемить права обычных людей то есть нас с вами граждан преподносится со стороны власти как ну некая такая вот святыня что даже за убитых вот приставов полагается компенсация которая наверное ну понимаете наверное человек за всю жизнь только не зарабатывает при том что ученики которые невинные ученики которые в принципе ничего не сделали такого ужасного с моральной точки зрения которым там по 10 по 12 лет им всего по миллиону семьям погибших вот делайте выводы дорогие друзья что вообще происходит это несправедливо на мой взгляд но что думаете вы я думаю что вы также кто-то из вас солидарен сам ну как бы с моим мнением и вообще с тем что это произвол настоящая несправедливость это неравенство вот ну дорогие друзья ладненько тогда на сегодня все пока сегодня был тяжелый день кстати очень душно я даже не выходил днем на улицу потому что очень вредно для меня это я могу задохнуться но представьте да у меня и так из-за позвоночника мне тяжело дышать а еще и там сердце как бы вот есть момента ну поэтому мне нужно отдохнуть завтра уже я буду разбирать именно вот эту ситуацию с документами потому что это вообще конечно ужасно когда такое происходит с вами был я принц урель пишите комментарии до завтра ну и ставьте лайки и жмите колокольчик пожелания